Коринфянам, 14 глава, 1-й, 3-й, 4-й стихи. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, утешение, увещание. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Вот слово «пророк» понимает только в том смысле, что что-то предсказывает, есть предсказатель. Что будет завтра? Первый пророк, которого мы очень хорошо знаем, это Моисеев. Пять книг Моисеев. А что он пророчествует? Вначале сотворил Бог небо и землю. Он даже не говорит когда. Какие-то геологические эпохи, периоды, может быть. Может быть, действительно, это сотни миллионов лет. Ничего не написано. Что под словом «день» понимать? Был день первый, а у Бога один день, как тысяча лет. Не надо понимать, что тысяча, а не две тысячи. Может быть, и миллион, и миллиард. Но он пророк или нет? Он сказал все, что было. В каком порядке мир сотворен был. И это вошло практически во все религии мира по другими видами. Пророк знает, что настоящее. А вот вещь, что идет как раз о том, кто пророчествует, он должен ревновать об этом далее. Оказывается, по словам «пророчествовать проповедь» имеется в виду. А в проповеди говорится о чем? В назидание. А у пророка какое назидание, если говорить о будущем? Да, он говорит и о будущем. Но будущее предсказано и не всегда сбывается. Пример. Иоанна говорит еще 40 дней, и Невия будет разрушена. Ну, запишите, 40 дней от какого дня считать? Но она была разрушена или нет? Не была. Почему? Условие. Не безусловно, Бог говорит в пророчестве, а под условием. Если покаетесь, я отменю преждесказанное. Бог отменяет свои слова. А царь не может отменить свое преждесказанное, как на уходоносах. Я сказал, а у них в законе было, что и царь не может отменить, где печать его стоит. Не может. А Бог отменяет. Значит, и все наши повеления, наши уставы, законы, они все условны. Они в процессе развития. Пророк ли был Иоанн? Он не называется пророком. Он самый настоящий пророк. Он предсказывает, что ждет нечестивых. И мы берем это за основу. Он говорит, какой есть человек. Как ведут себя люди. Как должно себя вести. Это был настоящий истинный. Очень крупный проповедник. И пророк. Называет пророками тех, у которых пророчество может быть и одно, а то и не одного. У Моисея так пророчеств совсем мало. Но он больше говорил о том, как вести себя. У него вся жизнь ушла на погашение смуты. У него непрерывно вспыхивали очаги смуты против него. Непрерывно. То Моисей скажет слово, завтра его опровергает брат, послезавтра сестра. Самые близкие люди, которые вышли с ним, поднялись против него. Ни кто не стал верить в то, что он доведет до обетованной земли. Он закон получает от Бога. А беззаконники людей поворачивают назад. Это пророк. И он говорит, в назидание. В назидание человек получает что-то, аванс. То, что он может хранить у себя, назидает, укрепляется. Это как за слово построить здание на фундаменте. Твердое, крепкое назидание. Это пророк. Писание говорит, какие плоды пророчества. Увещание. Уговаривает человека. Не понимает. Или упрямится. Я ему говорил, он не слушает. Вчера говорил, а сегодня другой. Не 12 часов, в одни. Пойди сегодня. А он и сегодня не примет. Не отпускай руки. Помолись. Меняется погода, меняется отношение. Фараон сколько протерелся, а потом все-таки отпустил. Уходите. Десять казней надо было претерпеть, когда Бог ему мозги на место поставил. Теперь идите. А потом заново отменит приказание, бросится в погоню, потому что дармовая сила уходит из государства. Пророк сказал, и слово Божие сбудется. Из самих вас восстанет Господь пророка, как меня его слушаете. Как Моисея. А против Моисея смуты, против Христа та же. Все, что было с Моисеем, непрерывные мунты, это против Христовых учеников будет, против последователей Моисея было. Все сошлось. Это самое главное пророчество, на которое на страшном суде будут ссылаться. Иоанн Златоуз говорит, евреи сегодняшние, которые отвергли закон Божий Христа, они будут говорить, ну Бог дал Моисеям закон, а Моисей скажет, я вам говорил, после меня будет иной пророк, его слушайте. Иудеи опустят голову. То есть это пророчество уходит в бесконечность. В назидание, дальше увещание. И утешение. Верующий человек дает утешение. Утешение заключается в том, что события меняются, будет по-другому. Претерпеть в этой жизни страдания, хотя бы ты был парализованный 70 лет, это как дней 10. А потом будет по-другому все. Ты доверишься Богу. Утешение, пробуете, всегда звучит. Не так, что все время я буду говорить плохо. Говорят, если изменитесь. Если изменитесь, все будет по-другому. И все сказанное о России может повернуть в другую сторону. Но признаков того, что изменится, нет. Вообще нет признаков. Самый главный признак, что ничто к лучшему не идет, это дети. Подрастающие. Они ничего не понимают. Они не могут сочувствовать чужому горе. Вот что страшно. Я в этом убеждаюсь, показывая фильмы о природе. Где-то гибнет, засуха. Одно животное пожирает другого. Они хохочут. Стреляют где-то, он громко смеется. Они как бесноватые. Все признаки беснования. Они не могут сочувствовать. Они понимают только там, когда видят обезьяну. А он от обезьян, он похожий. И особенно обезьяна, когда повернется задом. Вот тут они в полный голос хохочут. То есть это уровень развития. Они не могут молчать. Они не постоянно стрекочут. А раз человек не молчит, Духа Святого места нет. Он не может уйдеть. Почему? Грохот, волни, землетрясения. Волна нет. И вдруг тихое веяние ветра. И там Бог. Приучите детей молчать. Минуту молчания. Вот эти семь минут у нас здесь. Может быть они самые главные в нашем дне и в неделе будут. А люди не знают, что делать. Семь минут. Он стоит и поясок теряет, и пальцы. Он не знает, чем занять эти семь минут. Семь минут и утяжка. Поэтому посаженные в одиночную камеру люди очень подвержены самоубийству. Я был там. Это самые лучшие минуты, когда тебя одного оставляют. Никого нет. Ты молишься, размышляешь. Радость такая на душе. Никого нет. Бури утихли. Утешение. И дальше. Кто говорит мне незнакомым, тот называет себя. Это божьи языки были. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Пророчеством назидание всей церкви. А себе скажи, ты пророчествуешь или нет? Ну кажется, значит какой я пророк? Ну вот пророк Иеремия был. Большой пророк. А у него помощник варух. Варухли называют его. А как ты писал? А, Иеремия я слышал, мне говорил, я писал. А написано пророк, варух, а он не пророк совсем по-нашему, что ждать-то. То, что нам Бог сказал, что будет антихрист. Вот это ИНН, глобализация, все сейчас, что идет. Это подготовка к печати антихриста. Вы об этом говорите, и вы пророчествуете о будущем. В подлинном смысле пророчествуете. Если здесь люди не покаятся, правители не одумаются, и людей не приведут ко Христу, к Евангелию, здесь будут жить китайцы, здесь мусульмане будут жить. Такой народ не нужен, он истребляется. Молодежь не хочет заводить семьи вообще. Процент такой, что пока прогнозируют на 50 лет вперед. Но данные о молодежи показывают, 50 лет может и не быть. Все закончится немного раньше, притом естественное вымирание. От нас скрывает статистику правителей. На Востоке идет такой миграционный процесс в обратном порядке, опустошается. И а Восток практически занят китайцами. Нам говорят, живет официально пропущенные, которые, некоторые там гражданство принимают, более 10 миллионов, а на самом деле раза в два больше. Весь Восток уже занят китайцами. Вывозят лес, все подряд до последних болотных лягушек. Им любую землю, да, они обработают. А наши просторы все захламлены. У них Бога-то никакого нет. Скажем, Ислам поклоняется Магомету. А они говорят, буддисты. Так никакого они будут, они не знают. Фактически религии-то никакой нет. Там бы только сеять. Да туда бы заслали полмиллиона проповедников, пророчествовали им, назидание, утешение. Китай-то был бы православным. Один другой попал в проповедник, и целые общие города образуются. А и православных сколько там было? Бросились опять. Во времена, когда советская властика начиналась, там Харбин был, дорогу построили. Это настоящий город был. Потом все разрушилось. И они, где не считав, что из Харбина, послали проповедников. Вот Иоанн Шанхайский. Вот единственный, который говорил. Да и тот говорил-то больше с больными, посещал добрыми делами, прославился. А чтобы идти, как апостолы, благовествовать, утешение, увещание, утешение, ничего этого практически не было. Никаких школ он не образовывал. В первом послании Фессалоникийцам 5.20 апостол Павел говорит, пророчествование вы не чижайте. Я терпел много гонений в своей жизни. И самое большое за проповедь. Зарубежный батюшка пишет, а что это у вас за подпись такая проповедник? А что это за должность такая? Я жизнь прожил в священнике, я такого не слыхал. Он не слыхал. Священник очень известный. За рубежом. И он не слыхал. Это означает, что за 70 лет мне нового проповедника не было. Пробует нести. Всюду и везде, где бы ты ни был, начинает нести о Христе. Он вспоминает, как вот епископ благословлял, крестный ход был. И как он махнул, и с ручки кисть соскочила. И как она полетела, и как мы все бросились в кусты искать ее. Да хорошо никому, в глаз тут не попал. И вот у него такое воспоминание об этом на всю жизнь осталось. Я ни одного не считаю воспоминания таких, что вот приехал человек. Ну живут там немцы, англичане. И он бы стал учить. Учить, организовать школу. Как климент Анатолийский. Три с половиной тысячи учеников у него было. И всех бы их послал в эту нацию. Нет. Русские люди очень активные. Они занимали какие-то небольшие должности. Главное работяги работали. А благовестия нет. Никакого. Смешанные браки начались. Теряли свой язык. Мне личный митрополит Виталий рассказывал. Минимум, вот у нас, говорит, еще статистики нету. Пять миллионов, а то и семь миллионов эмиграции было. А сегодня мы на триста тысяч рассчитываем. Триста тысяч. На это только счислятся. Фактически никого нет. Я встречался с их молодежью, беседовал. Я готовлю беседу в Лос-Анджелесе. Прошу стариков, у которых я нахожусь. Соберите молодежь. Да, молодежь, она не нуждается этим. Ну, один раз, позвольте мне встретиться, поговорить с Евангелем. Да, они такие, что ничем не интересуются. Все-таки собрали. Собрали. А разойтись не могут. Вот десять часов. На работу завтра идти. Одиннадцать, двенадцать. Первый. Второй час ночи идет. Молодежь никуда не расходится. Они задают такие вопросы. Так больше всего удивлены были старики. Это наша молодежь. Мне такой интерес. Я говорю, что вы наделали? Почему они пророчествовали, не говорили? Вы пропали. Ничего у вас нет. Я-то счастливой для них человек. А вы-то каждый день там. Читаешь про баптистов. С кем-то он познакомился. Сказал. Оказалось, на триста километров дальше живет. И к этому, к одному, который принял баптиста, он ездит каждую неделю к одному, чтобы с его семьей заниматься. Это баптист. Судный день. Где мы окажемся? Что нам скажет Господь? Стариста Савская будет судить. Она от пределов с севера пришла. Южная. Откуда пришла она? Южная. И она слышала половину того, что вы мне рассказали. Так это всего лишь о мудрости человека. А тут о Христе сказать нечего. Собирается, попробуйте запись сделать, когда вы собираетесь. А что вы рассуждаете? Какие? Главное это послушание священно-началиевого православного. Что батюшка сказал? Что епископ сказал? На священно-начале это Бога не знает. Евангелие не знает. Что вы умираете от послушания Ему. Сегодня, может, главное это не послушание. В основу надо брать. И послушание, где они говорят, молчи, а ты будешь говорить. Мне всю жизнь ставили преграду именно священники и епископы. Ты побыл, отмолился, отходи. Не надо говорить. Это не надо. Не верьте этому. Апостол Павел говорит, достигайте любви. Пророчество, проповедь, входит в основу любви. Достигайте любви, запитая. Ревнуйте о дарах духовных. У меня какого-то дара нет. Дай Господи. Но особенно на первом месте дар пророчества. Что тут не понимать? Тут толковать вообще ничего не надо. Без любви никто не спасется. А в любви главная основа, вот оно. Идите проповедуйте всей твари. Больше ничего нет. Не ссылайся. То на коров, то на цыпляк, то на ребят. Смешно слышать даже. Эта жизнь мелькнет, даже не увидишь. Как тень. 1 Тимопеев 414. Книне ради пребывающего тебе дарования, которое дадут тебе пророчеству с возражением Бога священства. Оказывается, его рукополагали, и было пророчество. Какое? Не написано. А я его знаю, это пророчество. Апостол Павел ему говорит далее. Преуспевай. Умножай. Сегодня, кого мы полагали священникам, какое было пророчество? Главное, вовремя собрать налог с народа и отдать епископу. Все. Кресты эти крестопоклонные ставят. В каждом сейчас селе, везде. Крестные ходы, мощи. Замучились. Ни одного слова евангельского нету. Вообще нету. Все это выдумка. Я все принимаю. К мощам прислоняюсь. Но Бог не сказал, возитесь мертвесами. Не сказал, выкапывайте. Я сказал, оставьте хоронить. Даже хоронить, и то оставьте мертвесами. Потому что выкапывать вообще этого никто не знал в Израиле. Прикосновение к мертвому всегда считалось отвернением. И в Новом Завете ничего не меняется. Мертвый человек по-прежнему остается мертвым. Нет, от мертвого что-то я получу. Очень легко. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. Вообще от нас ничего не зависит. Только рот раскрой. Не так. Пророчество начинается с предупреждения. Во что вас бить еще продолжающий упорство? От пророта Саякова. Какое тут пророчество? От подошвы, ноги, до темени, головы, живого места нет. Обложились таблетками. Микстурами. Это пророчество. И Господь говорит, я заброшу вас за границу. Далеко полетите. Евреям 12.14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. А как иметь святость? По корму с волей Божией и по Его воле. Что больше всего приближает ко Христу и делает святым? Подражание Христу. Христос пришел для чего? Возвестить свет мира. Возвестить Евангелие. Так иди за ним. Христос нигде не учил, что если вы уверовали, то идите, спрячьтесь, залезьте в гробницу. В житиях святых часто пишут. Нет. Безноватый исцелился. Он боится остаться один. Я пойду с тобой. Господь говорит, нет, вернись и расскажи. Что с тобой Бог сотворил? Ну, это мы, когда не знали Бога, то мы фактически все бесноватые. Почему никто дальше-то не расслышал, что Христос сказал? И сегодня находятся священники, очитка какая-то идет. Почему никто не говорит? Нигде ни разу не прочитал, да и этого и нет. Чтобы всем исцеленным, получившим крещение, сразу было сказано, как баптистам. У них сразу дарят Библию. На свадьбу Библию дарят. И дарят Библию. Я вам говорил, как у мормонов. Юноши желают жениться. Разбудите их. Пока они не умерли совсем. Приходят к своему пресс-питеру. Тот сразу принимает заявку. Хорошо, ты знаешь, что нужно? Да знаю. Приданное. А приданное простое. Ехать в другую страну 2 года проповедовать. Вот привезешь справку. Сколько человек обратилось, тогда дело пойдет. Когда это у нас было? Ты услышал эту мормоновку? Ну возьми к себе. Сегодня так будет венчать некого. Никто не пойдет. Да пошел ты. Вот и все. Наш епископ рассказывал. Когда он услышал, ну и решил делать как положено. Чтобы люди крещаемые знали Евангелие. Он нам говорит, Евангелие надо купить. Но они же пришли, стоят. Дома уже пиво, ловушок. Хорошо. Ну хорошо, да купите. Вот у нас Евангелие-то. Пошли, купили, подошли. Но мы купили. Но надо заниматься. Они еще ничего не поймут. Стоят. Но я говорю, заниматься надо. Вот я рассказывать буду. Так ты крестить-то будешь или нет? Так я же сказал, что заниматься будем тогда. Так сегодня ты сейчас, поп, крестить будешь или нет? Нет. И он, говорю, в храме меня на три буквы послал. Вот тогда я вздрогнул и понял. Так что неужели все время надо епископа посылать на три буквы, чтобы он понял. Три буквы есть. Бога. Мир. Таких много слов на три буквы. Но его-то не туда послали. И вот тут он понял, что ничего нет. А нас осуждают. Вот видите, как у вас строго, столько лет надо готовить. Не мы это придумали. От трех до пяти лет подготовительный период был для язычников. Епископ, но он говорит, не скоро допускайте до хрещения, приходящих от блудной жизни. Ты себя проверь. Правильно хрещен. А правильно ли дальше жизнь идет? Чем он отличался до рождения и после рождения? Исайя 51.1. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы высечены. Иссечены. В глубину рва, из которой вы извлечены. Значит, крепость нам Бог дал. Мы исчечены из скалы. Как памятники, монументы. Из какого рва. Ну взгляните, это пророк говорит. Это входит в функцию пророка напомнить о прошлом. Кто мы были? Число 11, 27, 29. И прибежал отрок, и довез к Моисею, и сказал, Елдат и Мадак пророчествует встанье. В ответ на это Иисус, сын, новин служитель Моисея, один из из брамахеров сказал, Господин мой Моисей, запрети им, Но Моисей сказал ему, не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них. Почему эти слова-то сегодня не говорят? Чтобы вот это воздыхание. О, если бы все православные стали пророчествовать. А сколько нас? 70-80 миллионов. 10 миллионов куда-сюда кидает цифра какая? Сколько православных? А сколько? Не знаю. А посещаемость какая? Город Томск, полтора процента. Все, у нас-то не больше, еще меньше. Полтора процента. 300 крещеных человек опрашивает непрерывно, и из них ходит только один церковь. 300 крещеных, которые еще ничего не знают. О, если бы все были пророками. Поставь этого главу в угла, заботьтесь, чтобы дети твои были пророками. У тебя дочери в доме. Написано, у Филиппа было 4 дочери в пророчестве. Как они пророчествовали? Что говорили? А они шли, возвещали о Хрисе и воскресении. Два слова. Христос воскрес. Римлянам 12.6. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчество и по мере веры. Говори о том, что ты пережил. Иногда жалуются. Я говорю, а люди ничего не принимают. Главная причина, что нет силы духа в словах. Нет. Ты начни жить так, как считаешь, как говоришь. Не бойся подойти к священнику и задать вопрос. Батюшка, а почему проповеди сегодня не было? А если проповедь, почему она не призывного характера? Кто слышал радиопроповедника протестантского Ярлописи, это самый любимый мой проповедник, у него ни одной проповеди есть без призыва к покаянию. Он вещал на всю Россию, как и отец, 50 лет трудился для Бога. Как это перед Богом будет? Один Бог только знает. 1 Феста на Египетском, 5, 11, 13. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших Господь, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте верили же собой. Эти слова-то сказать нельзя. Никто не увещевает. Священники очень боятся, что когда люди после службы собираются и занимаются словом Божьим. Чего придумали? Ликвезом занимаетесь. Ему говорят, да надо жить как по Евангелию. Кто это вам сказал? Когда это жили по Евангелию? Слушаешь, страшные, чудовищные слова. И он серьезно так и понимает. А другой вообще ничего не говорит. Вот мы собирались, он сразу список узнал, кто и сразу органы передал. Все. Он знает, что дальше делать. Это в чистом виде сергианство. Первая Тимофеевская ретерация. Да коли не придут, занимайся чтением, наставлением, учением. Уходите из дома, дети остались. Пока я хожу, вы не занимаетесь компьютерным игром. Я сколько раз просил, уничтожьте. Все эти мультики уничтожьте. Ничего этого не надо. Только не божественное еще оставьте. Вы будете искать детей, вам их не найти. А они сегодня ни одного божественного вопроса не задают. Я встречался с септантскими перпятишками, они задают. И даже сравнивать нельзя с православными. Деяние 13.15. После чтения закона и пророков, начальники синагоги, послали сказать им, мужик и братьев, если у вас есть слово, наставление к народу, говорите. Я пытаюсь это ввести. Чтобы каждому, кто приезжает к нам в гости, подошел батюшка и сказал, у тебя есть слово наставление? Ну, бывает, что иногда говорят. Абсолютно ко всем надо говорить. Мы не знаем, где талант у человека раскроется. Кто нам даст полезное? Кто бы он ни был. А он еретик. Да укрепи людей и скажи ему. Он будет говорить еретик, тогда узнаешь. Есть слово наставление? Кто бы ни приехал, узнавайте. Наставление у тебя есть для народа Божия. Я к батюшкам говорю, а они не понимают. Ну, вот я с батюшкой сослужил. Я говорю, слово наставление к народу. Ну, вы же говорили, Борокович. Как угодно будет. К нам приехали сектанты, здесь были. Они привезли много нам Евангелия. И они обиделись даже на нас, что дело было осенью. И мы один только раз собрали их. Собрали, и они выступили. А почему завтра не собрали? Ему надо свидетельствовать, говорить. Он выполняет то, что написано на поручении. И опять же, мы не в лучшем виде не будем. Деяние 15.32. Иуда и Сила, будучи также пророками. Обильным словом преподали наставления, братья утвердили их. Иуда пророк. И Сила пророк. А ничего не пророчествует. И про них мы нигде не считаем ни одного пророчества. А что делали? Обильным словом преподали наставления. Вот это пророчество. Ты хочешь быть пророком? Пророчествуй. Преподай обильное наставление. Я сегодня уже не раз проповедую. Первым делом езжу голубям проповедовать всегда. Начинаю проповедовать. Внутренне проповедую кошку. У меня живая тварь есть. Я им проповедую. Ну как, не забыли, что Бога надо славить? Какая мощь прошла? Как Бог сохранил жизнь? Говори им. Проповедуйте всякой твари. Бог сказал. Это твари. Не думаешь, что им не нужно? Мы откровения были. Егения. Беседовали с рыбами. С птицами. Считай же те святых, и ты увидишь это. Птицы с человеческими голосами говорят. Кони, животные, озлы. Бог дает им разум. И вся тварь ожидает. Это мы думаем, что она только смотрит, пояло выпить. Нет. Она ожидает, когда ты будешь христианином. Посмотри по-другому к корове, когда подходишь и скажи, корова, прости, что я твои надежды на сварку свел вчера. Мне все некогда было. Я там в мазуке вожусь или в навозе. Я и забыл о Царстве Небесном. Вся тварь с надеждой ожидает откровения Сынов Божьих. Тварь ожидает. И курицы твои ожидает. И собака ожидает. Чтобы ты явился перед ними царем. Властелином. Живым посланником неба. Что и она сама будет освобождена от тлея. Им тоже умирать не хочется. Евреям 3.13. Но наставляйте друг друга каждый день. Доколе можно сказать ныне. Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Обольщайте грехом особенно молодые. Старый поневоле начинает думать. Хотя не все, а смерть. Наставляйте друг друга. Титул 2.15. Все говори, увещевай, обречай со всякой властью. Чтобы никто не пренебрегал тебя. Вот что такое пророчество. Пророчество происсекает от любви. Никому не свидетельствуешь. Нет любви. Мы сегодня опять собираемся поехать в село. Говорю, кто хочет помочь, подойдите. Брату нашему, кто едет. Чем можете, помогите средствами на транспорт. Мы едем, нам нужна ваша помощь, молитва. Мы в разные беременности заезжаем. Благовестники, мы слабенькие. Но едем в Евангель. Набираем сумки, Евангелие раздаем, оставляем адрес. Кому надо позвонить. Директорам клуба или школы устанавливаем связи. Ну, как можем мы. Мы не можем с собой концерт повести, как сектанты. Разбивать там палатки на 10 дней. Но мы свидетельствуем о православии. У нас намного труднее. Я приезжаю туда и сразу первым делом узнаю людей. Есть ли у вас священник здесь? Если нет, нормально работаем. Вот в прошлое воскресенье мы ездили. Принимают, как будто тамошние мы жители. Ни в одном доме, нигде не отказали. Пришли мало, мы главное приняли. И главное мы им Евангелие дали. Почему? Там нет церкви, нет священника. Когда вдумаешься, ужас охватывает. Никто не противится. Есть коммунисты там есть. Демократы есть. Есть люди, которые ворожен, гадают, пьют. Но никто не воспротивился. Потому что священник это нет. Все гадут Евангелие. Есть священники, есть все закрыто. Там буйство, беснование идет. Сегодня, видимо, молитва должна такая быть. Что, Господи, очисти место для Евангелия. Ты сам знаешь, нужны эти священники храмы или нет. Бог все это может сделать очень быстро. И так Бог призывает нас сегодня через апостолам. Ревновать о любви. В любви о дарах духовных. А о дарах духовных на первом месте пророчество. Святая пропасть Евангелия. Аминь.